Парк спорта 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 из других микрорайонов, из других районов нашего города для того, чтобы потренироваться. А потому что едут и за классным настроением, за атмосферой, едут в принципе за тренировкой, но и едут, конечно же, за тренером. Потому что наши инструкторы дают знания, в первую очередь, по подготовке своего тела, по тем методикам тренировочным, которые сегодня именно в этом году эффективны. И люди это понимают, и не стесняются сесть на общественный транспорт или на свой автомобиль и приехать потренироваться. Тем более время достаточно удобное. Мы двигали время и думали, какое же будет самое оптимальное. И вот уже второй год определились на времени начала тренировки 19.30. После работы можно приехать домой, покушать, переодеться и спокойно приехать на тренировку. А продолжительность какая? Тренировка идет по классической схеме, это ориентировочно 50-60 минут. Вполне достаточно для того, чтобы успеть получить порцию спортивных эмоций. И вот ты сказал 4 дня, какие конкретно? Чтобы вот кто-то увидит сейчас и захочет присоединиться. Это вторник, это среда, это четверг и в этом году это экспериментальное утреннее время, воскресенье. А чем вы сумели заинтересовать тренеров? Ведь они все профессиональные ребята, работают в клубах за зарплату определенную, а тут бесплатно и тоже с удовольствием. Ну, у тренера есть своя мотивация. Конечно, нам приятно, что с нами в первую очередь работают титулованные, профессиональные фитнес-инструкторы и тренеры, которые работают сегодня в ведущем клубе нашего города. И ребята носят титулы и чемпионы Алтайского края по различным видам спорта. И Сибири, и есть даже и Россия. Это безусловные профессионалы. Ну, нас объединяет в первую очередь идея создания уникального проекта под открытым небом. Ну и, конечно, это популяризация как спорта, так и тренера. Знаете, за сезон тренер в рамках нашего проекта общается более чем с 500 людьми. И я знаю, что в осеннее время эти люди идут за тренером дальше уже к нему. Поэтому здесь, что называется, выгодно всем и людям, и тренерам. Ну, а мы как организаторы, конечно, в первую очередь горим идеей и продолжаем третий год создавать вот такой вот своего рода уникальный на самом деле проект. И если бы не было поддержки, было бы тяжело. Нам помогает здесь и комитет по физической культуре города Барнаула. Нам приятно, что у нас есть и партнеры, которые помогают обеспечивать всем необходимую. Это и вода, это и инвентарь спортивный, это и музыка, и вот все, что необходимо для того, чтобы тренировка была качественной, современной, энергичной и профессиональной. Вот ты уже сказал, что несколько направлений на любой возраст, на любые физические возможности. Какие конкретно? Знаете, за три года мы методом проб и экспериментов выбираем те направления, которые самые востребованные. Вот если посчитать за три года, сколько было у нас спортивных направлений, это более 15. Но в этом году мы сделали такую выжимку самых популярных тренировочных видов. Это в первую очередь функциональный тренинг, это аэробная динамичная тренировка, где за 40-50 минут тренер и участники прорабатывают все группы мышц. Это общая такая подготовка, и это достаточно популярно. В этом году есть такое направление, как табата. Что это такое? Это динамичное, ограниченное по времени 15-20 секунд выполнение различных элементов тренировочных в очень быстром ритме. Это в первую очередь для выносливости, это очень серьезная кардионагрузка, но и достаточно серьезная силовая нагрузка на организм. То есть это такая темповая тренировка и динамика. Очень популярным остается направление social dance, социальные танцы. Нам приятно, что вот эта европейская история уличных танцев, она приходит к нам. И сегодня, наверное, уже можно сказать, что город Барнаул к этому готов. И если ты хочешь овладеть навыками латиноамериканских, бальных танцев, спортивных танцев, приходи в среду и вместе с легендарной студией Лариса можешь научиться вот этому процессу. Но только не простые танцы, а все-таки адаптированные к спорту, и это тоже тренировка. Ну а в воскресенье утром, я уже сказал, что это некий эксперимент, потому что в 10 утра мы проводим тренировку made in body. То есть если перевести, это мозги и тело. Это смесь йоги, пилатес, растяжки, релакса определенного, спокойная тренировка на растяжку своего тела, всех групп мышц. И тоже приятно, что это востребовано. Конечно, погода не всегда дает насладиться солнцем, но у нас резко континентальный кримик, но интересно, что даже и под дождем, и даже и под градом, и даже и под ветром тренировки проходят. У нас есть девиз, что тренировка проходит при любой погоде. И участники проекта это уже знают. Смирились. Смирились. И знаете, часто так бывает, что, допустим, в 6 часов идет дождь, это было в прошлом году, а вот в 7.30 ясное небо и прекрасная погода, и мы приняли решение никогда не отменять тренировки, если это не какой-то катаклизм и ураган. Ну когда проект завершится, сезон? Только первый снег ляжет или как? Проект длится практически три месяца. В этом сезоне мы презентовали проект в конце мая, и завершим его уже традиционно 1 сентября. И завершится он, конечно, особым событием, о котором хотелось бы рассказать поподробнее чуть позже. Давайте, мы же знаем, что парк спорта это не просто спорт, это еще и всевозможные культурные мероприятия. И я знаю, вот есть желание рассказать об одном важном событии. Ну, завершая тему городских тренировок, хочется напомнить, что именно благодаря этому проекту 3 года тому назад мы решили провести масштабную городскую тренировку для того, чтобы всех пригласить желающих на этот большой праздник. В 2017 году нам удалось установить официальный рекорд России по самой массовой тренировке. А вот 2018 год был особенный, потому что это был рекорд мира. 4 417 человек пришли на одно поле. И в этом году уже 1 сентября намечена тоже масштабная городская тренировка. Еще больше будет? Ну, здесь рекорд мира уже поставлен. Здесь только рекорд вселенной теперь. Но мы уже официально говорим, что 1 сентября масштабная тренировка состоится. Всех барнаульцев приглашаем прийти на большое футбольное поле. Ставим рекорд вселенной. Ставим рекорд собственной, своего здоровья и рекорд спорта. Ну, расскажите про ближайшие концерты. Друзья, ну, в этом году мы традиционно уже в третий раз проводим рок-фестиваль «Парк-рок», который состоится 11 августа. И в этом празднике будут принимать участие наши барнаульские группы, музыканты. И с обеда, и до самого позднего вечера только живой звук, только наши местные артисты, хорошая музыка, известные песни, авторские песни. Все это под открытым небом. Это режим концерта, режим пикника. Будет много и вкусной еды, и хорошей музыки, прекрасная сцена, хорошее настроение. То есть все это вновь бесплатно? И как всегда в парке спорта это все абсолютно бесплатно. Приходите, будем ждать. Ну, про 1 сентября я уже сказал. Это масштабная тренировка. Ну, и, конечно, на осень у нас тоже есть планы. Но об этом попозже. Ну, давайте коротко. У нас минута до окончания эфира. Ну, у нас есть еще один хороший фестиваль, который называется «Парк-гриль». Это сегодня все, что связано с едой. И в середине сентября мы планируем провести такой проект, где мы будем приглашать всех барнаульцев вкусно покушать, хорошо отдохнуть, также послушать великолепную музыку, поучаствовать в конкурсах и соревнованиях. И, как всегда, вход бесплатный. Будем всех ждать. Спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях один из организаторов программы «ЗОЖ Парк Спорта» Артем Сингач. Продолжение следует...